Вот, недавно я так познакомился с самсунговской зарядкой, неважно откуда, просто познакомил. И она меня удивила тем, что, я не знаю, давно ли это случилось, но они... Или это было всегда, у меня, видимо, не было самсунга, почему-то у неё вот этот штекер, он универсальный, да, для самсунгов или что? Просто... Кстати, надо это узнать сейчас в интернете. Ничего не нашёл вообще, ну, потому что плохо искал. Я в недоумении думаю, что за ерунда, зачем, зачем это делать, да, то есть, в каменный век, правильно, возвращаемся? То есть, раньше были там всякие телефоны Nokia, Siemens, да, разные зарядки, потом всё вроде сделали универсально для смартфонов, ну, кроме, конечно, айфона, это исчадие ада, поэтому... Кстати, я не сказал, в плохом смысле это исчадие или в хорошем, так что сами думайте. Ну вот, а тут ещё и Samsung, чё, охерели? Может быть, это давно произошло или было всегда, но, насколько я помню, всегда были смартфоновские зарядки, а сейчас зачем-то менять? Зачем это делать, что? Заряжают быстрее, типа? Я чё-то в это не особо верю. Зачем вообще чё-то менять, правильно? Вообще, думаю, нужно одно единое гнездо, как у всех, как у людей, у нас одно единое гнездо. Почему бы не выбрать что-то универсальное? Например, язык тоже можно выбрать универсальный, одну единую валюту, да, и... Это обязательно будет, когда наш с вами замечательный президент, наконец-то, станет императором Земли. Я жду, я не дождусь этого момента, потому что, ну, это будет гораздо удобнее. Это просто удобно. Если вы будете говорить, ты что, больной? А я скажу, да какая разница, это удобно. Неважно, больной это или нет, это удобно. Удобно. Рыбе стало удобно ходить на двух ногах. Она пошла, она решила пройти этот длинный этап и прошла на двух. Она стала ходить на двух ногах, появился человек. А те, кому было неудобно ходить на двух ногах, они... Вон они в водоемах плавают. Тоже люди, которым неудобно, можно сказать. Которым неудобно, да? Удобно срать сидя. Вот он и булки отрастил в процессе эволюции или что там, я не знаю, произошло. Ну, я не к тому, что голосуйте за Путина, просто... Ну, так, в перспективе, в принципе, неплохой вариант, говорю вам. Замечательный вариант. Представьте себе, никаких проблем с загранпаспортами, никаких санкций. Я не знаю, что это такое, правда. Никаких валют, курсы, евро, доллары. Ну, кому-то, может быть, это и плохо будет, но мне-то хорошо. Мне-то плевать. Не будет никакого кризиса, наверное. Будет рабство, скорее всего. Ну, все, границы все открыты, никаких загранпаспортов. Ну, я думаю, проведем все дороги прямо в Таиланд. Давайте посмотрим, кстати, по карте, как это будет выглядеть. Вот, смотрим. Например. О, ебать, я улетел куда-то нахер вниз. Вот, давайте проложим маршрут. Москва, Таиланд. Вот, да? Где Таиланд? А, о, он в жопе мира. Ну, в принципе, можно проложить высокоскоростной поезд. Вот именно примерно вот так. Только зачем он мне вот эту штуку поставил, я не понимаю. Я по прямой хочу, через Узбекистан. Да, то есть, вот, смотрите, мы тут бац. Саратов. Кто тут у нас на пути стоит? В принципе, кстати, никто не мешает даже на пути. Я вот так смотрю. Ну, вот, город Беруни, ну, его снесем. Нахер, Путин же будет властелином мира. А дальше вот, ну, немножечко неправильно показывать. Если будут горы, ну, ничего страшного. Вот, можно вот спилить их. Вот, и торговый центр построить. Это будет замечательно. Я даже, я представляю, как мы отдаем целому миру нашу визитную карточку. В каждом городе, в государстве, бывшем государстве, конечно же, будет, будут наши какие-то визитные карточки, например. Как это будет прекрасно. По всему миру будут развешаны наши флаги. Наши архитектурные сооружения, свидетельствующие о том, что здесь тоже обосновалась сия империя великая. Русь, матушка. И здесь, и здесь. Сюда тоже можно. О, тут вообще офигенно смотрится. Короче, просто огонь. Что-то странно, землетрясение, что ли, не понимаю. Ну, там, там, в принципе, ничего страшного. Там девятиэтажка соседняя рухнула. Вот. Ну, она как бы давно. Мне капитальный ремонт не делали, лет сто. Вообще, я, да, у нас бывают такие случаи в стране, когда до последнего тянем. Но, с другой стороны, сами виноваты. Там, я вам больше скажу. Там на девятом этаже жила бабка. Она все время кормила голубей. Столько, что не только вонь стояла. Так еще и голубей тьма тьмущая. Они просто всю крышу обсаживали. И там клевали. Вот, скорее всего, они просто перевесили. Крыша не выдержала. Натиск голубей. И все рухнуло нафиг. Вот. Надеюсь, никто не пострадал. Вообще, у нас, как бы, наш император, Путин, то есть, я хотел сказать, пока что еще, ну, не только ему, а, в принципе, нашим органам, да, власти, иногда требуется, ну, как, они как боги, знаете, богам, как во многих мифологических произведениях, требуется жертва. И вот жертва. Какая может быть жертва? Не обязательно проливать кровь, но лучше пролить. И поэтому быстренько нужно затесаться этим жрецом, чтобы, упс, а что, я жрец, мою кровь не надо лить. Я, как бы, этот, из колл-центра, телефонист между господом, между богом и человеком, так что, моя кровь нужна. И как у нас происходит? Например, вот, здание стоит, и мы знаем, что оно уже плохо выглядит, и, скорее всего, даже, возможно, скоро рухнет. Или, там, техника пожарной безопасности не соблюдается, и ты пишешь в инстанции, пишешь, пишешь, ничего не происходит. А потом здание рушится, забирает с собой человек 10, да, об этом говорят, что... О, господи, какая трагедия случилась, да, все это, да, трагедия реально. Но, тем не менее, после этого построят, зато здание новое, да, скажут, вот, все, не будет такого, мы новое, наконец-то, построим. Ну, правильно, оно же рухнуло, хотя все равно не всегда строят, но, тем не менее. Например, был торговый центр, говорили, здравствуйте, у нас, вот, там, техника пожарной безопасности не соблюдается. Да, а как, почему у вас не соблюдаются? Ну, у нас огнетушители просроченные, ну, так, купите новые. Нет, у нас нет огнетушителей, а вы же сказали, у вас просроченные. Нет, они в магазинах во всех просроченные, поэтому мы их не можем купить. И вот здание сгорает, погибает куча людей, снова умирает, и жертва принесена богам. И они будут отстраивать новый торговый центр с огнетушителями уже, с хорошими, скорее всего. Возможно, но вполне вероятно. Поэтому я за тотальный... А может быть, какое-нибудь новое слово придумать, определение? Я за тотальный... Тотальную власть, чтобы был один правитель, как написано в книге пророчества. Так и написано. А просто что? Это, в конце концов, просто удобно. Ну, удобно же. Сидит один человек, и все. А эти президенты всех стран, ну, бывшие президенты, бывшая власть, она остается на том же месте. Просто, ну, следует по общим правилам. Отстраивают девятиэтажки, везде вешают наш флаг. Ну, согласитесь. Потому что вот из-за такого, из-за этого, из-за этого, знаешь, что происходит? Вот, вот что происходит. Вот. Вот, вот что происходит, понимаете? Не универсальная зарядка. Но это же каменный век. А языки, ну, языки, конечно, то, что люди все будут общаться, несмотря на единое государство на разных языках, это, в принципе, не проблема. Первое, второе поколение, может быть, как-то еще, ну, доживет, ладно уж, а так будем исправлять, конечно же. Так что, обдумайте, идейку мою как-нибудь на досуге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok